В семье Васильевых Зина была долгожданным ребенком. Во время беременности врачи не находили никаких патологий. Но после рождения стала ясно, девочка особенная. И хоть медики говорили, что с таким ребенком придется тяжело, Нина Ивановна даже не думала расставаться с дочкой. Наблюдали, лечили, эффекта не было. Зазначали гормон роста, не усваивается этот гормон роста. И так потихоньку, отставая в росте, в развитии, мы и жили. Через два года на свет появился Иван с таким же диагнозом. Отец детей ушел из семьи сразу после его рождения. Как было тяжело маме, детей лилипутов знает только она сама. Но совсем справилась. Сейчас Ване 28, Зине 30 лет. И она старается во всем помогать маме-пенсионерке. Девушка плетет фенечки и создает куклы-обереги. Продает их по 16 рублей за каждую. Но покупатели обычно дают больше. Часть выручки Зина оставляет на проезд, остальное аккуратно раскладывает в подписанные конверты. Анкобольным, беременным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И раздает бедным. А как ты их передаешь, эти деньги? Кому? Ну, у меня есть знакомый, там, батюшка Владимир. Он приходит, там, к нам в магазин, проверяет, как мы работаем. Ей мы отдали свои деньги. Ваня из-за плохого самочувствия и приступов эпилепсии редко выходит на улицу. А у Зинаиды дни расписаны по минутам. Помимо благотворительности, она играет на гитаре, катается на велосипеде, часто посещает храм. Ну, она мужественно преодолевает трудности. Например, ей трудно зайти в трамвай, выйти из маршрутки. Это практически невозможно, потому что водитель ее не видит. И я ее прошу, ты кричи громко, что ты выходишь из маршрутки. Но она старается не ездить в маршрутках одна. А трамвай выходит и заходит. Но это ей трудно. Очень высокие ступени для нее. Несмотря на все трудности, здесь всегда царит любовь и взаимоподдержка. Эти люди стесняются попросить о помощи, но она им действительно нужна. Те, кто хочет помочь семье, могут перечислить деньги на карту Нины Ивановны. Номер вы сейчас видите на экране. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, СТС, Челябинск.